В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 22 марта по 2 апреля открыта книжная иллюстративная выставка «Музыкальная гордость фенгерского народа», посвященная 140-летию содержания Белы Бартака. Начало творческой судьбы Белы Бартака, типичное для многих музыкантов. Раннее музицирование в семье, первые детские концерты, обучение в Музыкальной Академии и, наконец, должность профессора в Мудапештской Музыкальной Академии в 26 лет. Композиторскую деятельность Бартак также началась с юных лет и стала одним из самых глубоких и влиятельных композиторов XX века, при том, что он не привкнул ни к одному из монахованных гордистских течений. Великим композитором для венгерского народа Белу Бартака сделала обращение к фольклору, народным песням Венгрии и соседних стран, фольклорные экспедиции сыграли исключительную роль в деятельности Бартака. Он вместе с Золтаном Кодой издал несколько фольклорных сборников. Именно на основе изучения народной музыки сложился оригинальный стиль композитора, получивший мировую известность. На выставке «Румынский венгерский народный танец» в обработке для скрипки, партитуры и громозапись оркестровой пьесы «Трансильванский танец», а также работа Бартака «Народная музыка Венгрии и соседних народов». Бартак работал во всех музыкальных жанрах. Им написана одна окна опера «Замок герцога Синья Борода», балетная свита «Чудесный мандарин», клавиши-грамопластинки с исполнением оперы украшают выставку. Бартак никогда не оставлял для педагогической деятельности. Микрокосмос Бартака – целостная система воспитания современного музыканта. Композитор объединил в этом цикле материалы для начального обучения в фортепианной игре, богатые и разнообразные. Белла Бартак останется для Венгрии собирателями, хранителями народной музыки, самоботным и выдающимся композитором, замечательным педагогом. Продолжение следует...